Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот мы и подобрались к завершению нашего краткого курса. Я надеюсь, что обучение в онлайне будет для вас теперь гораздо более простой, понятной и определенной задачей. И сегодня мы разберем планирование, проектирование, разработку урока с применением дистанционных образовательных технологий. В рамках сегодняшней краткой лекции я постараюсь все основные ключевые этапы разобрать. И к этой лекции будут также приложены материалы по применению разнообразных цифровых инструментов, с которыми вы, возможно, знакомы, а, возможно, еще нет. Итак, перейдем к практическим аспектам. Организация дистанционных урока на самом деле задача не такая простая. На первый взгляд, мы уже все внутри этой истории находимся где-то года полтора. Но для многих педагогов до сих пор дистант это стресс, это ситуация неопределенности, и это момент такого вынужденного пребывания. Вот самое главное, наверное, о чем нужно помнить, что дистанционное обучение – это не вынужденная краткосрочная мера. Это новый тип реализации образовательных программ. Он не лучше, не хуже, он просто другой. И несовершенство, например, применение дистанта при подготовке обучающихся начальной школы связано не с преимуществами или недостатками дистанционных образовательных технологий, а просто с особенностью реализации общеобразовательных программ начального общего образования и вообще цифровой грамотностью младших школьников. Итак, когда перед нами поставлена задача провести учебное занятие, провести урок с применением дистанционных образовательных технологий, выделим три основных фазы, три основных этапа деятельности педагога. Первый этап – это проектирование урока. 80%. Отличие дистанционного обучения от привычных нам аудиторных форм состоит в том, что на проектирование уходит существенно больше времени. Причем даже в тех ситуациях, когда мы с вами уходим от формализма. Мы понимаем, что проектирование урока и в обычной аудиторной форме занимает достаточно много времени. Но в практике педагогической, когда у нас нагрузки по 28, по 35 часов, очень многие монкируют этой задачей и просто вместо старательной работы по проектированию урока свои силы сосредотачивают на проведении урока. Когда мы работаем в дистанции, там проектирование и проведение так существенно не разделены. Поэтому 80% мы действительно будем затрачивать на проектирование. Потому что проектирование и есть проведение, и есть выполнение тех функций по трансляции содержания, которые в обычной учебной ситуации решаются прямо в ходе аудиторного занятия. Проектирование урока. И здесь ничего нового нам не говорит педагогическая теория. Представляет собой проектирование деятельности обучающихся и проектирование деятельности педагога. То есть то, что в нашем лексиконе называется технологической картой. После того, как урок спроектирован, подготовлен, мы переходим к следующему этапу. Он очень простой, он очень компактный, но ответственный к нему подход позволяет нам сделать так, что это проектирование не бесполезно. Это этап запуска урока. Причем запуска отдельно синхронных моделей урока и отдельно асинхронных моделей. То есть отдельно, например, запуска видеоматериалов на сервисе YouTube и отдельно запуска видеоконференц-связи, сессии видеоконференц-связи. И эти два процесса, они существуют, безусловно, с некоторой взаимозависимостью, но они существуют разрывно, потому что у вас может быть полностью асинхронный или полностью синхронный урок. Ну и, наконец, оставшиеся 10% для онлайн-обучения являются ключевыми. В них и кроется фундаментальное различие между аудиторными часами, аудиторным образованием и образованием с применением дистанционных образовательных технологий. Ну и здесь я, наверное, в конце скажу несколько слов уже как представитель учреждения, вовлеченного в педагогическую науку. Итак, первый этап – составление технологической карты урока. Я сделал совершенно примитивную технологическую карту, чтобы просто показать, что она есть такое. Вообще технологическая карта и для обычного урока не должна быть очень большой. Лист формата А4 более чем достаточен. Напомню, что при аудиторных занятиях проектирование составляет где-то процентов 20-25 от всего времени проведения учебной деятельности. Поэтому слишком много времени затрачивать на технологическую карту, наверное, не следует. Однако при проектировании урока в дистанте у нас появляется еще один столбец, который называется «коммуникационное решение». То есть, условно говоря, а как мы будем вовлекать обучающихся в эту деятельность или как мы будем обеспечивать взаимодействие педагога с обучающимися посредством чего, посредством какого конкретного цифрового инструмента. И, следовательно, применение, подготовка этого цифрового инструмента – это тоже какое-то время. Поэтому здесь у нас время 25% внезапно резко возрастает до 50%, а то и до 80% всего урока. Предположим, у нас наступает урок какого-то предмета. Это урок учителя-предметника в шестом классе. Урок, соответственно, учителя-предметника по биологии, в рамках которого обучающиеся должны познакомиться с строением покрытосеменных растений. И прежде всего, в рамках своей деятельности педагог предлагает обучающимся посмотреть видеоролик. Он предварительно, при помощи сервиса YouTube, этот ролик записывает, размещает. И это та часть, которая существует как бы вне технологической карты, но предполагает какие-то усилия педагога. Это может быть ролик, снятый не самим педагогом. Но в этом случае, если педагог взял чужой видеоматериал, то он, во-первых, размещает на него ссылку, то есть где этот материал действительно был размещен. А второе несет полную ответственность за включение всего материала этого ролика в ход своего урока. История в стиле «посмотрите, пожалуйста, этот ролик», но не целиком, поверхностно, мы с вами обсудим все важные вещи, категорически исключена. Если мы взяли этот ролик как часть нашего занятия, которое к тому же несет содержательную наполненность, то в этом случае все содержание этого ролика мы должны осмысливать и включать в наш урок. Обучающиеся могут посмотреть этот видеоролик асинхронно. Если что-то ученик может сделать асинхронно, он должен это делать асинхронно. Если вы можете просто разместить видеоматериал, например, вот эту презентацию, которую я сейчас вам показываю, я мог бы транслировать и заставить вас, например, в зуме ее смотреть. Но я могу технически сделать запись и вам ее разместить на мудле. Это удобно для каждого из слушателей. Это позволит вам в случае необходимости поставить меня на паузу, пересмотреть какой-то фрагмент, что-то, может быть, промотать, сделать в полтора раза быстрее или в 1,8 раза быстрее, и какие-то вещи, которые вы уже знаете, прослушать в ускоренном виде. И таким образом содержание дойдет до вас лучше, а не хуже, чем если бы я каждого из вас обязал меня в синхроне смотреть через зум или в сферу. Поэтому я, имея такую возможность, делаю это асинхронно. Записываю этот ролик, а при необходимости мы его лучше с вами обсуждаем, например, через сферу. Это содержательно гораздо более полезная модель. Обучающийся асинхронно, то есть на своих устройствах, в свободном относительном режиме, ну, может быть, например, в какое-то фиксированное время, например, с 9 до 9.30, сообщаете вы им, вы должны посмотреть этот ролик. Это тоже асинхронная модель, потому что кто-то посмотрит в ускоренном варианте, кто-то, наоборот, будет периодически ставить на паузу и отматывать назад, кто-то просто запустит и послушает в фоновом, как мы это часто делаем, режиме. Дальше. После этого у нас наступает следующий этап деятельности педагога и обучающихся. Педагог спроектировал как бы групповую работу. Он делит обучающихся на группы и предлагает им в группах создать какую-то модель. Ну, например, при помощи работы в группах, работая в коллективах по 3-5 человек, обучающиеся зарисовывают какой-то элемент покрытосеменного растения. Вот они зарисовывают ель и, соответственно, к этой еле они подписывают ее составные части. Вот для этого решения, для этой задачи, для того, чтобы организовать таким образом деятельность, обучающиеся и деятельность педагога, педагог выбирает коммуникационные решения платформы МИРО. Это онлайн-доска такая, очень популярная. Понятно, что с МИРО его обучающиеся должны быть ознакомлены заранее. Все коммуникационные решения должны быть знакомы обучающимся. И это дополнительная ответственность педагогов. В идеале, если эти коммуникационные решения применяются на многих предметах, то есть, условно, если вы эту доску МИРО используете и в биологии, и в русском языке, и в истории, и таким образом обучающиеся один раз освоив этот инструмент, применяют его на многих разных предметах. Поэтому для того, чтобы коммуникационные решения не съедали, а знакомство с ними не съедало 80% вашего урока или занятия, знакомьте с этими решениями своих коллег. Сажайте их рядом с собой и объясняйте, как размещать видеоматериал на YouTube, как работать с доской МИРО, как проводить ВКС при помощи Сферума. То есть, вы помогаете им, вы учите своих коллег, и тем самым вы облегчаете свою работу. Итак, педагог делит обучающихся на группы и сообщает им задания. Обучающиеся в группах, используя коммуникационные решения платформы МИРО, создают модель покрытосеменного растения. Потом, следующий этап урока. Педагог предлагает обсудить результаты групп, используя систему видеоконференцсвязи. И вот здесь действительно важно, чтобы высказались обучающиеся. Вот в этом случае нам как раз вариант записать что-то и разместить не подойдет. Нам нужно услышать ребят, нам нужно с ними переговорить, нам нужно попытаться организовать беседу между разными группами, чтобы они задавали друг другу вопросы, чтобы они могли задать вопросы педагогу, чтобы они могли получить на свои вопросы сразу же на месте ответ. И вот в этом случае применение системы видеоконференцсвязи, например, Сферум, оправдано. И если оно не оправдано, мы его применяем. Деятельность обучающихся состоит в том, что они показывают друг другу результаты выполненных своих заданий. Ну и, наконец, последний этап. Педагог производит оценивание. Оценивание он производит через коммуникационное решение сетевой город образования. Но он, например, оценивает, отзывается, откликается на деятельность, на результаты деятельности группы в целом. А обучающиеся перераспределяют предложенную педагогам оценку внутри своей группы. Например, обозначая, кто был лидерами мнений в группе, кто был каким-то интеллектуальным центром этой группы, а кто попытался отсидеться в стороне. То есть, таким образом, вы стимулируете обсуждение уже внутригрупповое. Вы стимулируете взаимное оценивание обучающихся и их самооценивание. Это тоже важное условие успешной работы в онлайне. Вертикальные системы оценивания в онлайне не срабатывают, потому что обучающийся там находится в ситуации несравнимо большей свободы. Оказавшись в ситуации свободы, у него просто есть куча возможностей, огромное количество возможностей уйти от вертикального оценивания. Ну, наверняка вы сами знаете, что такое, когда обучающийся пишет контрольную работу, у него в руках телефон. В этой ситуации понятно, что, скорее всего, та отметка, которую вы сможете ему поставить по пятибалльной шкале, она не будет отражать его реальные образовательные результаты. Вот здесь считайте, что у них телефон у каждого прямо встроен в урок. Поэтому вертикальная система оценивания здесь не подойдет. Четыре этапа. Вы можете для них вот на этой же схеме написать, например, время. Условно говоря, первая строчка 10 минут, вторая строчка 10 минут, третья строчка 10 минут, четвертая строчка 10 минут. Вот у вас 40-минутное занятие и получилось. Можно сделать меньше. Если вы можете обойтись меньшим временем, обходитесь меньшим временем. То есть никогда не стоит в онлайне закладываться на тот самый норму в 45 минут. Потому что если вы подойдете к своему уроку с часами, с секундомером, и замерите, сколько времени вы тратите на организационные моменты, зачитывание отметок, какую-то мотивационную речь обучающимся, обсуждение пройденных когда-то в давнее время тем, какой-то духовно-нравственный аспект, обозначение базовых национальных ценностей, то вы увидите, что содержание вашего урока или занятия занимает минут 20 от всех 45 минут урока. Ну, в редких случаях 25. И это мы не берем в ситуацию, когда вы должны еще работать с дисциплиной обучающихся. Поэтому вы можете держать в голове вот эту цифру в 25 минут, предполагая, что обучающийся все равно потом в ходе уже личной рефлексии какого-то самостоятельного рассуждения о пройденном уроке или занятии тоже часть времени проведут, в общем-то, находясь внутри урока, пусть и не институционизировано, неформально. Итак, можно поэтому заложить на каждой из этих строчек буквально по 5 минут. Урок в этом случае все равно получится, если вы обеспечите вовлеченность. Этап запуска урока тоже очень важный момент, потому что можно спроектировать замечательное занятие, но обучающийся у вас на нем не будет. То есть, казалось бы, в одной ситуации они бы и должны были быть. Они вроде бы как все в интернете сидят и свои устройства включили, но включить устройство и быть вовлеченным – это очень большая разница. Наверняка вы сами, как слушатели онлайн-курсов, видели эту историю. Бывало такое, что у вас курс 108 часов проходит, а вы реально из этих 108 часов внутри учебного процесса были существенно меньшее количество времени, потому что запуск был сделан несообразно вашим возможностям, или запуск был сделан неудобно для вас, и вы, не имея возможности вовлечься и поприсутствовать в течение всего времени занятия, просто включали, видели, что да, там представитель стоит, руками размахивает, что-то высказывает, а вы вне этой истории, а вы тем временем пишете рабочую программу, например. Вот такие несостыковки – это и есть результат не очень правильности запущенного занятия. Прежде всего, когда мы с вами говорим об усвоении обучающимися содержания, нужно понимать, что следует запустить асинхронную модель. То есть, условно говоря, предоставить обучающимся ту самую ссылку на видеоматериал, с которой они должны работать. Самый удобный вариант, который, ну вот, делюсь своим личным опытом. Если вы, например, работаете с формами Google, положите этот видеоматериал, эту асинхронную модель прямо в тест Google через прикрепление видеоматериала. Просто вместо добавления вопроса вы добавляете ссылку, и эту ссылку, да, этот, грубо говоря, добавит текст, соответственно, в текст вы просто копируете ссылку из видеохостинга, например, YouTube, и обучающийся, пройдя по этой ссылке, видит материал. Или сейчас там есть даже отдельная функция «Добавить видеоролик». И, соответственно, с YouTube можно просто добавить видеоролик. Не надо платить сущности без надобности, не надо платить эти ссылки до невозможности. Одну ссылку отправили с тестом, туда же вначале, вместо первого вопроса, вставили ссылку на свой видеоролик со всем материалом, освещающим содержание. Вы можете контролировать просмотр, вы можете открыть на ресурсе, соответственно, видеоматериалы и посмотреть, сколько там количество просмотров, какое среднее время просмотра, то есть для себя определить, обучающиеся вообще посмотрели этот ролик или нет, они познакомились с этим содержанием или нет. Но вы контролируете не их, вы контролируете асинхронную модель, запущена она или нет, вы контролируете процесс, а не людей. Это очень важное различие. Оно незаметно, когда мы с вами ведем урок, но оно очень заметно в онлайне. Вторая часть. Когда вы запустили асинхронную модель, содержание вы передали, и теперь вы запускаете синхронную модель, например, видеоконференц-связь. Вы отдали обучающимся видеоматериал и теперь хотите его обсудить. Для запуска асинхронной модели нужно очень четко оговорить, со скольки до скольки вы это делаете. То есть какое время начнется и в какое время окончится ваш сеанс видеоконференц-связи. Например, с 5 до 5.15 мы встречаемся с вами в сферме и обсуждаем просмотренный вами видеоролик. Вот я уже невольно сказал, да, второй элемент – коммуникационная платформа. То есть нужно заранее включить их в коммуникационную платформу. Нужно заранее вот этот вот этап ознакомления с платформой, какие-то правила там поведения необходимо проработать, чтобы вы не потратили все эти 15 минут на подключение обучающихся к платформе. Ну и вы должны для себя четко понимать, зачем вы проводите это занятие в синхроне, что вы от обучающихся хотите услышать. Напомню то, что говорилось, когда у нас с вами был семинар в сферме, но были на нем не все. А вот теперь как элемент содержания, надеюсь, что его усвоят уже все. Если обучающиеся присутствуют у вас в видеоконференции без камеры, то видеоконференция лишена смысла. Замените ее просмотром видеоролика. Видеоконференц-связь нужна для того, чтобы получить от обучающихся сигнал, а не что-то им рассказать. Чтобы что-то им рассказать, применяйте заранее записанные видеоматериалы. Соответственно, вы запустили синхронную модель и обязательно проконтролировали участие обучающихся. Ну, например, используя сетевой город образования, я скажу, как я обычно делал, применяя электронный журнал, я писал там замечания тем, кто был не вовлечен, тем, кто не смог подключиться с камерой. Замечания – это не двойка, условно говоря, это не тройка, это не какой-то низкий балл, но это отметка о том, что обучающийся со мной не был. Я, в принципе, не несу за нее никакой ответственности, но, в общем, проблему я обозначаю. Вот самое главное, чтобы вы в том или ином виде, точкой или плюсиком, или каким-то еще типом оценивания, обозначили, кто у вас не вовлекался в синхронную модель. Когда пройдет месяц или два обучения, для вас эта информация может быть очень ценной. Ну и, наконец, то, что я уже говорил, лучше меньше, но весь объем содержания. Вот если вы можете как-то подсократить ваш объем видеоролика, если вы можете как-то сократить ход, продолжительность вашей видеоконференц-связи, обязательно это сделайте, но требуйте максимального количества просмотров и максимальной вовлеченности. Лучше, если у вас все обучающиеся на 5 минут вышли в синхрон, чем если вы 20 минут утюжили 10 обучающихся из ваших 30. Как можно больше охват, даже ценой как можно меньшей продолжительности. Ну и, наконец, проблема, которую я, честно говоря, даже статью для вас размещу здесь же в этом модуле. Хочу эту проблему поднять, когда мы говорим о дистанционном обучении. Вы видите, что дистанционное обучение невозможно без решения двух ключевых педагогических проблем. Это проблема оценивания, то есть отхода от вертикальной модели оценивания, использования горизонтального оценивания, взаимооценки обучающихся, самооценки обучающихся. И вот второй элемент, который плотно связан с проблемой оценивания, это проблема обратной связи. Коллеги, мы с вами, работая в онлайне, не имеем проблем с дисциплиной. У нас никто урок не срывает. У нас нет Пети на четвертой парте, который матом ругается. Это, с одной стороны, для нас удобно, но, с другой стороны, дисциплинарные проблемы убирают в уроке проблему обратной связи, делая обратную связь невозможной. Когда у нас есть обучающиеся, которые срывают урок, ну, старый добропедагогический совет, всех припахать к работе. Все должны сидеть, не отрывая носа от тетрадки или учебника. Вот это условие, которое так удобно, на самом деле, для любого квалифицированного педагога. Когда мы вот этот прием узнали, когда мы поняли, что, в принципе, чтобы на уроке было тихо, всех нужно просто обеспечить работой, мы, с одной стороны, научились это делать. Часто завучим нравятся такие учителя. У него на уроке тихо, у него хорошая дисциплина. На самом деле, мы создали еще одну незримую проблему, которую мы можем в рамках оффлайна, то есть в рамках аудиторных занятий, просто не решать, потому что она там не стоит, как проблема. Это проблема обратной связи. То есть они все замолчали, они все сидят носом в тетрадках, и мы можем ничего им не комментировать, иначе как по непосредственному содержанию урока. На самом деле, таким образом, у нас формируется целый ряд проблем, которые нам в рамках урока дистанционного приходится решать. Если мы их не решаем, то дистанционное занятие не состоялось, не совершилось. Кстати сказать, к сожалению, многие, даже очень опытные, очень сильные учителя, они эти проблемы решать не хотят. Они из-за них, ну именно из-за этих проблем, они предпочитают время дистанта пережидать, возвращаться вновь к привычной аудиторной форме, и вновь как бы закрывать глаза на проблему, которая так и остается. Просто эту проблему можно не решать. Это проблема того, что мы на уроке обратную связь от обучающихся не запрашиваем. Ну или запрашиваем ее формально. Знаете, как приходишь на конкурсный урок, там в конце должна быть рефлексия. Педагог провел 40 минут занятий, и потом вспоминает, ой, я же точно, я у них не спросил, что мы узнали на этом уроке. И начинается, или там, я у них не спросил, давайте мы оценим, как вам понравился этот урок. И начинается такая формальная, абсолютно как бы неуместная в рамках всего урока занятия рефлексия. Непонятно, что обучающиеся рефлексируют, но вроде как задача по рефлексии поставлена, и галочка о том, что обучающиеся рефлексивной деятельностью занимались выполнена. Продуктивности такой рефлексии нет, но мы отчитались перед членами жюри. Вроде как балл нам уже за отсутствие рефлексии не снизит. Значит, если мы хотим, чтобы обучающийся в рамках дистанционного обучения вовлекался в урок, то мы должны обеспечить его субъектность. Мы не просто должны ее декларировать со словами «нам важен каждый ученик», «мы хотим услышать каждого ученика», «мнение каждого имеет значение». Но, будем честны, коллеги, не имеет, потому что у нас их 30 в классе сидит, и если мнение каждого будет иметь значение, у нас с вами урок просто может не состояться. А вот когда эта ситуация уже свободы, когда эта ситуация, например, дистанта, то вот там отсутствие обратной связи означает одно – учащийся в урок не включен. Он так и сидит черным квадратиком или даже в горящей камере и кивает. И мы с вами видим, ну кивает же, ну вроде как, значит, в уроке находится. Он может в уроке в этом случае не находиться. У него срабатывает базовый сценарий поведения. Он и у педагогов часто срабатывает. Это пассивный сценарий. Он заключается в том, что вы объясните мне, что делать. Я сделаю ровно то, что вы объяснили. Если у меня какие-то проблемы, решите эти мои проблемы. Если у вас не получилось решить мои проблемы, тогда примите их как данность и все тут. Результат очевиден. Мы с вами видим, что происходит и у нас, когда мы оказываемся в ситуации неопределенности, и у наших обучающихся, когда они оказываются в ситуации неопределенности. То есть весь учебный процесс просто встает. Ручки опускаются, все сидят и ждут, что придет супермен и как-то все починит. Супермен не приходит. В результате ни нам, ни обучающимся не легче. Цель-то не достигнута. Образовательный процесс-то сорван. Поэтому вот такой инертный, пассивный обучающийся в вашу учебную деятельность не вовлечется. Даже если вы предложите ему богатейший арсенал разнообразных инструментов, он просто не будет их применять, пока вы эти инструменты не перетащите в пространство алгоритмов. А сделать это будет для вас задачей почти непосильной. Поэтому нам вот эту проблему, проблему инертного, пассивного, обучающегося, который просто сидит и кивает с той стороны экрана, теперь придется решать. Иначе наш учебный процесс просто не будет запущен. Что делать, чтобы обучающийся включался? Первое. Постоянно запрашивать обратную связь. Не в конце урока, не что вы поняли, что у вас получилось, вообще понравился ли вам урок, а постоянно на всех этапах при помощи анкетирования. То есть пусть они оценивают свое состояние или свое понимание данного этапа по 10-бальной шкале прямо через сервис Google формы. Вот вы им дали задание, там же в конце задания попросите от них обратную связь. Пусть они оценят сложность задания, которая им была дана от 1 до 10 баллов. Пусть они оценят доступность изложения материала от 1 до 10 баллов. То есть все время, хотя бы в режиме сбора количественных данных, мы запрашиваем от них обратную связь. Мы постоянно просим от них отозваться. Пусть это делают не все, а, например, по одному представителю группы выскажется о том, как работала группа. Даст характеристику самому сильному и самому слабому участнику этой группы. Но обязательно стимулируйте вот эти вот обратные высказывания. Оценивание тоже должно быть частью обратной связи. Я говорил о том, что у вас высвободилось большое временное пространство на уроке, вы теперь можете не затрачивать его на дисциплину, затратьте его на то, чтобы обучающийся оценил свою деятельность на уроке. Послушайте их прямую речь. Запросите обратную связь, например, после или до выполнения групповой работы. Например, что именно вам нужно сделать? Вот вам дано задание по групповой работе. Что именно вам следует сделать? Или для чего, как вы думаете, вам сейчас делать эту модель покрытосеменного растения? Для чего это может быть вам нужно? Ну и старые добрые приемы, чему вы научились и что нового вы узнали, тоже никто не отменяет. То есть стандартные рефлексивные вопросы, они, между прочим, внутри даже в гос. ныне уходящих, о которых мы теперь, наверное, будем постепенно забывать, но в самой идее подобного вопроса обучающей нет точно ничего плохого. Просто мы не привыкли давать такую обратную связь. Не мы, педагоги, не обучающиеся не привыкли. Но в принципе стимулировать эти вопросы в конце ли урока, в начале ли урока, в середине ли урока, однозначно есть благо. Ну что ж, я постарался представить вам, наверное, все ключевые этапы урока в дистанте. В некотором смысле, давайте вернем вновь к этому слайду, соответственно, вот этап проектирования, этап запуска и этап обратной связи. Проектирование урока, понятно, требует от вас определенных ресурсных затрат, поэтому это 80%, запуск урока это 10%, и это вопрос просто грамотного расположения контрольной точки. И 10% обратной связи необходимо равномерно распределить по всем этапам работы. Необходимо равномерно распределить по каждой из частей деятельности обучающегося, и желательно даже по элементам деятельности педагога. Теперь я уверен, у вас есть теоретическая подготовка. Я также советую настоятельно вам прочитать статью по обратной связи, которую я прикладываю к данному модулю. И напоминаю, что содержательно важнейшим этапом нашей деятельности в рамках всего курса будет прохождение теста, который будет открыт завтра с 9 утра до 23.59 вечера. Пожалуйста, уважаемые коллеги, отнеситесь ответственно, тест будет простой, вы с ним обязательно справитесь, но самая неприятная история будет, если вы не успеете, если вы не сможете это сделать в 23.59. Вот, пожалуйста, не допускайте этой оплошности, потратьте время на то, чтобы своевременно тест выполнить. Если наступает 22.00, вы видите, что вы не успеваете, пожалуйста, позвоните мне, мы обязательно вам поможем, мы обязательно наладим платформу, мы обязательно организуем ваш доступ. Самое главное, не потеряйтесь. Мы всегда на связи, можно по мобильному телефону или мне, или методисту Ане Викторовне Елисеевой, то есть мы будем только рады. Все, удачи вам в работе в дистанционной форме. Субтитры создавал DimaTorzok